Это его любимый главный убор, в котором он всегда выходит на рим. Гладиаторский шлем. Гладиаторский шлем. Для любого бойца он физически сильный, темповой, очень жесткий. Стремится навязать очень плотный, жесткий бой. Он умеет и любит изматывать соперников и постепенно отнимать его силой. Съедать. Гладиаторский шлем. Гладиаторский шлем. Гладиаторский шлем. Гладиаторский шлем. Бой начался неудачно для Кассидиса. Затем он переломил футбой и практически стал его выигрывать. когда в последнем раунде вдруг совершил ошибку и Косомайор поймал его на контрудар и Косилис оказался на каутер. Был также весьма плотный и трудный бой с американцем Хуаном Диасом. Ну а сейчас грядет выход Хуана Мануэля Маркеса. В настоящее время, пожалуй, самого знаменитого и заслуженного ветерана из плеяды мексиканских бойцов. Маркес очень умный тактик. Который умеет и знает о боксе практически все. И вот это все он делает всегда вовремя, когда нужно. Он может и порубиться, может и отпустить, может взять паузу, может, наоборот, жентить темп, может работать в контратаке, может пойти вперед. В общем, умеет все и делает это всегда, когда нужно. Последние его самые интересные бои были как раз с Хуаном Диасом. Напомню, первый поединок закончился тяжелейшим поражением нокаутом для Диаса. Впервые в жизни. Ну и второй бой тоже категорически выиграл Лан Мануэль Маркес. Диас и джентльмены, из МГМ Гранд, из Лас-Вегас, Невада, У.С.А. Голден бой промотанс, в связи с Маркес. Боксинг промотансы, разыгрываются пояса сразу по трём версиям. Семерно-боксерской ассоциации, Семерно-боксерской организации и по версии журнала «Риг», который, кстати говоря, ничуть не менее весом для боксеров, чем Адалейд Бэрд, Тед Гимса и Роберт Хойл. И в конце ряда в charge of the action at the bell referee Кенни Бэйлес. И теперь для тысячи в тенденции здесь в МГМ Гранд Лас-Вегас и миллионы, которые смотрят вокруг мира на HBO. Дамас и Кабиерос, дамы и джентльмены, яркое событие, которое по важности вполне может соперничать состоявшимся всего несколько часов назад в Хельсинки с боем между Карлом Фрочем, британцем и Артуром Абраханом. Итак, Майго Кацидис. 27 побед, два поражения. Куумба, Астралия, The Challenger and WBO Interim World Champion Майго Кацидис Майго Кацидис The Grey И чемпион в красном углу 37-летний Куан Мунаэль Мартис. 51 победа, 5 поражений, 1 ничья. Пятикратный чемпион мира и, как представил его Майкл Баффер, будущий член зала боксерской славы. Баффер, так я сказал о том, что этот поединок вполне может соперничать по важности И с боем между Карлом Фрочем и Артуром Аберхамом. Но самое главное, что может ничуть не уступить и по зрелищности. Несмотря на то, что бой в Хельсинки, конечно, выдался на заглядение. Благодаря, конечно, обоим бойцам, но в особенности превосходным действиям Карла Фроча. Итак, первый раунд боя между Маркесом и Катсидисом. Оба боксера в черных трусах. Только у Маркеса написано на поясе Маркес, а у Катсидисе Катсидис. Для особо наблюдательности. Маркес превосходно действует передней рукой и держит на дистанции Катсидиса, для которого самый хлеб это подойти в ближнюю дистанцию и начать там обрабатывать бока соперника. Но вообще-то Маркес такой человек, который сам может любого бока обработать, не только бока. Сейчас мы видели, как мексиканец взорвался в контратактующей серии. Хороший вновь контратака Маркеса. Вот первый такой серьезный выстрел Катсидису. Пуком слева. Опасно сейчас сближались головами, предупреждает рефери. Посмотрите, какой хлесткий фук слева у Маркеса. Достает издали. Дисковато пробился футеркет Маркес. Многообещающее начало. Маркес, конечно, был точнее. Катсидис постепенно тоже нащупывает цель. Периодически неплохо взорвался. И, конечно, по мере развития поединка, Катсидис будет наматывать на ус. Возможно, обнаружит какие-то слабости в обороне Маркеса. Ну и со своей обычной настырностью будет как бы расшатывать его оборону. Пытаться, по крайней мере. Второй раунд. Пытаться, по крайней мере. Пытаться, по крайней мере. Бойцы друг другу не уступают практически. Но насколько точнее и безопаснее действует Маркес. Он сейчас мгновенно оценил ситуацию, увидел дырку и пробил левый апперкот в область печени. Он зашел за локоть и завел кулак за локоть соперника. Болезненный удар. Причем, который раз из-за этого ему удается. Причем очень здорово видит Маркес нащупывать любую брешь в обороне, даже самую маленькую. И умудряется ее как-то так расковырять кулаком. Похоже, что он оценил ущерб от своих ударов по туловищу. И вот то и дело запускает свой левый хук или апперкот в область правого бока. Пока что серьезных попаданий со стороны Кацидеса не было. И намного точнее. Маркес действует вот в этом обмене. Сейчас удачная атака австралийца. Видите, как быстро бой переместился, собственно говоря. Весьма такое откровенное русло. Просто ближний бой. Бой на средней дистанции. Весьма откровенный. Но очень качественный обмен ударами. И действительно высочайся и редкое в наше время искусство ведения ближнего бура.